Проблема не включается в компрессорах и кондиционерах. Заднюю опору двигателей. Дальше я вам скажу, зачем. Дебил прям. Вот диод. Если все хорошо зачичили и смазали, то у вас получится все так же скинуть стопорное кольцо. Это не подстава. Подшипник тут не сворачивал. Берем и вот таким образом закручиваем болт. Снимаем мушку. Так, проверяем новую мушку. Здорово. У нас сегодня в гостях Nissan Tirano. Проблема не включается в компрессорах и кондиционерах. По-простому не холодит кондиционер. Так, друзья, хозяин автомобиля уже купил детали. Здесь когда-то сделали диагностику. Мы сейчас проверим, правильно ли тут отдиагностировали. Он купил уже новую муфту включения электромагнитную, прижимную пластину и шкив целый комплект. Тесно, перед тем, как просто тупо взять это все и поменять, нам нужно убедиться, что проблема реально в муфте. Сейчас этим и займемся. Подключаем диагностику. Так, зашли Nissan Tirano. Все года. Двигатель F4R. Заходим в бок управления двигателем. Тест у нас... Запуск компрессора в виде теста у нас будет именно из бока управления двигателем. Убираем поток данных. Погнали. Компрессор. Кондиционер. Двигатель основной зажигания включено. Окей. И запускаем вот этого бегущего человечка. Итак, явный щелчок к муфту мы не услышали. Прижимная пластина сейчас должна была прижаться с характерным щелчком. Но я слышал, что у нас какие-то щелчки идут из блока реле предохранителей. Поехали. Реле работает. Что делаем дальше? Так, друзья, далее я снял щиток пассивной безопасности топливной рампы, чтобы долезть к разъему на компрессор кондиционера. Он у нас здесь выполнен в виде такого разъема с двумя клеммами. Давайте я сейчас на снятой муфте покажу, как он снимается. В силу того, что там крайне неудобно это делать. Так, вот он у нас так защелкнут. Вот этот разъем, видим, да, сзади. Самой муфта, он жестко, как бы, ну, относительно жестко закреплен на специальном подиуме. Мы немного надавливаем разъем, нажимаем вот этот флажок и стягиваем назад. Разъем муфты у нас остается висеть на автомобиле. А вот этот разъем у нас выходит сюда, чтобы вставить сюда какие-нибудь две иголки и померить, приходит ли у нас сюда питание. Потому что проблема может быть в проводке. Так, вставляем иголку. Не вижу. Один контакт. И другой контакт, соответственно. Аккуратно, когда будем запускать тест, ни в коем случае нельзя их замыкать между собой. Таким образом у вас может сгореть предохранитель. Так, берем любую прозвонку, либо просто лампочку, чем у меня мой прибор является, и запускаем тест. Еще разок для уверенности сигнала. Питание приходит. Можно лезть в муфту. Нелешним будет еще прозвонить саму муфту на автомобиле. Но чтобы это сделать, нам нужно будет поднять автомобиль, скинуть защиту, еще сделать ряд процедурок. Но в любом случае, даже если вот этот провод у нас на этой длине где-то поврежден, чтобы нормальное и качественное восстановить, нам придется в идеале снять муфту, чтобы все это дело запаять, нарастить, удлинить и так далее. Поэтому мы сейчас сразу приступаем к демонтажу компрессора. Кстати, мы будем менять, если и будем менять, если проблема именно в муфте, будем менять все это дело без снятия полностью компрессора. То есть фреон мы спускать не будем. Это важно. Так, хочу сразу отметить, что я не сторонник подобной процедуры без снятия компрессора снимать. Но если сейчас, скажем, заправка фреона сейчас достаточно дорогостоящая операция, и в целях экономии можно пренебречь. Тем более на этом автомобиле 48 тысяч пробег. То есть фреон толком еще и не поработал. Тут нет никакого смысла не смазку обновлять, а именно масло компрессорное проверять, дозаправлять. Ну, короче, поэтому мы решили сэкономить тоже хорошему человеку. Вам привет. Вы по-любому будете смотреть. Компрессор мы все-таки откручивать от бока, от скобы. По-любому будем, но не будем трубки освобождать. А, откручивать от компрессора. Поэтому ремень приводной снимаем сразу сверху, так как у нас тут двухлитровый мотор, нам это будет гораздо удобнее. Кстати, у нас есть ролик, как поменять приводной ремень на данном моторе. Если что, пользуйтесь, поэтому сейчас без особых подробностей. Скидываем ремень и поднимаем автомобиль для дальнейшей работы. Так, сейчас первым делом мы скидываем защиту и откручиваем опору двигателя. Дальше заднюю опору двигателя. Дальше я вам скажу, зачем. Опору мы открутили, чтобы двигатель у нас был вот таким образом более подвижен, чтобы мы смогли потом компрессор немного вытянуть на себя. С одной стороны втулку я открутил, и если мы уведем назад стабилизатор, вот таким образом, у нас тут появляется отличное пространство для работы с компрессором. Я совсем забыл. Обязательно снимаем массу, минусовую клемму с аккумулятора, потому что мы будем работать вблизи с генератором, где идет постоянный плюс на генератор. Поэтому не забывайте снимать клемму. Это очень важно. Еще для удобства мы освобождаем вот эту часть бампера нижнюю. Тут у нас два торекса на 30, и вот здесь два торекса. Так будет гораздо удобнее работать, чтобы он вот так у нас ходил свободно. Теперь нужно сломать рук вот в этом месте, примерно по центру, чтобы удобнее было крутить компрессор кондиционера. Но это вполне возможно. Вот посмотрите расположение моей руки. То есть вот болты у нас крепятся спереди автомобиля. Вот у меня указательный палец сейчас на нем. Вот у нас один, и сверху еще должно быть два, если тут все родное. И теперь приступаем. Просто выкручиваем головкой на 10. Как подлезем. Итак, вот очень удобное расположение. Я нашел руки. То есть маленькой трещоткой, длинной головкой на 10. Есть замечательный идут болты. Есть один маленький нюанс. Сверху болты вы глазами не увидите, пока не снимете бампер, конечно. Вот, поэтому выкручиваем сначала невидимые болты. Дебил прям. Вот идиот. Поэтому сначала выкручиваем два техболта дальних. Пока у нас идут от рук, они длинные, выглядят вот так, с оцинковкой. Так, есть небольшой нюанс. Один из верхних болтов мы оставляем на компрессор. Вот так нам мешает ему выйти радиатор. Но он выкручивается полностью и позволит опуститься компрессор до момента, когда этот болт можно будет снять. Вот компрессор у нас полностью откручен. Сейчас мы его будем здесь туда-сюда болтать, пока он у нас более-менее не освободит место для работы со шкивом. Сейчас смотрим, какой доступ идет к шкиву компрессора. В принципе, с этим уже можно работать. Тут достаточно доступно. И даже шкив прокручивается. Поэтому мы сможем все стянуть. И муфту, и, в принципе, шкив. Сейчас нам необходимо сначала скинуть прижимную пластину. Крепится она вот этой гайкой на 14. Но перед тем, как ее откручивать, обязательно прям по максимуму зачищаем и смазываем. Далее без жидкого ключа с десульфидом и молибденом сюда вообще не суемся. Обязательно смазываем резьбовую часть побольше. И сейчас покажу, как это все открутить. Вот есть такие ключи. Они предназначены для откручивания, скажем, по-русски, болгарки. Вот он идеально встает вот в эти отверстия. И, удерживая саму прижимную пластину, срываем гайку. Если все хорошо зачистили и смазли, то у вас получится все так же прекрасно, как и у меня. Далее еще под давлением шлицевую часть загоним жидкого ключа, так как иногда стянуть прижимную пластину бывает очень сложно. Теперь, если вы хорошо все смазали, зачистили, то у вас пластина пойдет... Смотрите. Ну разве не прелесть, а? Ать! Пластина слезла. Когда сняли пластину, надо быть очень аккуратным с дистанционной шайбой. Вот она у нас. Вот эта шайба определяет расстояние прижимной пластины до самого шкива. И это расстояние, оно регулируемое. Ужасное слово. Ее терять ни в коем случае нельзя, иначе у вас потом будет неправильно работать с компрессором. Так, мы еще раз смазали, чтобы стопорное кольцо нам снять, которое у нас располагается вот здесь, по центру. Мы сейчас его развернем. Если оно пойдет... А, оно пошло. Так, в следующем этапе у нас задача скинуть стопорное кольцо. Съемник нужен на разжим. Тут, я думаю, вопросов не возникнет. Так, смотрите, как все должно пойти, если вы все правильно зачистили, смазали. Это не подстава. Подшипник тут не сворачивал. Что делать, если у вас не слазит, например, прижимная муфта и не слазит нормально шкив? На самом деле, ролик у нас с этими подробностями есть. Можете перейти по подсказке. Я сейчас просто озвучу это все косвенно. Если посмотрим на прижимную пластину внимательно, мы увидим, что у нас здесь вот имеются такие отверстия мощные. Причем не те отверстия, которые у нас на вот этом треугольнике, а именно на самой вот этой части, которая иногда очень серьезно и сильно сидит в нашей лицевой части. Так, чтобы ее снять, нужно будет изготовить, либо приобрести специальный съемник. Смотрите, вот элементарный съемник, изготовлен мной лично. Мне он очень нравится, потому что я его лично изготавливаю. Вот так это должно выглядеть. Вот смотрим, да? Такой вот треугольник. Берем три болта такого формата. М8. Шаг не важен. Главное, чтобы под конец они были под конус. Берем прям без нарезания резьбы. Берем и вот таким образом закручиваем болт. Главное пройти вот эту жестянку, чтобы болт вышел отсюда. Вот этого упора всегда хватает, чтобы стронуть нашу приспособу. Вот даже лишнего перекрутил. Так, когда мы закрутим все эти три болта, мы уже вкручиваем вот этот вал, который будет у нас выходить и отталкивать прижимную пластину от вала, на которой она располагается. В принципе, это все делается и на месте. Мною лично проверено. Все это сделать можно, не снимая компрессор. А чтобы стянуть шкив, нужно использовать вот такого формата съемник. Лишь покажу, куда цепляться. Вот у нас двухлапый. Упор делать обязательно, исключительно вот на эту часть. Она у нас усиленная, она идет под небольшой конус, она у нас толстая. И в коем случае с другой части хвататься нельзя. Берем прям головку на 24. Главное, чтобы она упиралась у нас на внутреннюю часть именно самого компрессора, куда одевается шкив, чтобы не была большим диаметром. Ну и просто тупо дальше выпрессовываем наш шкив. Без съемников, на самом деле, если вы не готовы, лучше не браться. И вот таким образом мы будем вытаскивать шкив самого, стягивать самого компрессора. Два элемента, которые мы будем менять, у нас уже сняты. Остался третий. Сама электромагнитная муфта. Чтобы снять саму электромагнитную муфту, нам потребуется вот такой съемник на разжим. Съемник стопорных колец. Просто нужно его снять. Извлекаем стопорное кольцо. И свободно уже снимаем муфту. Сейчас самое главное сравнить муфты, так как эта муфта у нас китайская идет. Справа новая, слева старая. Я думаю, тут не надо было озвучивать. Но я озвучил на фиг сучи. Так, диаметр важен. Хотя бы так. Да. Внутренний диаметр померить. Но мы его померили, они одинаковые. Тут есть замок, отверстие и выпуклость. Они не очень совпадают даже на первый взгляд. А еще больше мне не нравится, что не совпадает именно разворот проводки. Мы видим, что у нас здесь провод выходит с одного места. И как будет примерно стоять эта муфта магнитная, провод будет немного из другого. Но это мы сейчас померяем по месту. И будем пробовать крутить. Так, прозваниваем старую муфту. Выставляем мультиметр на 200 Ом. Меряем сопротивление. Щупы к контактам. К одному и к другому, соответственно. Мы видим, что 200 Ом у нас, ну, ноль. Показывает ноль. Обрыв. Так, проверяем новую муфту. Во-первых, замки. Разъем очень схож. Разъемы, к счастью, мы научились делать. Так, смотрим. 3,4 Ома. Это в допуске. 3,3 даже. Это отличный показатель. Муфта целая. Новая. Что ж, друзья, мы зачистили муфту. Сейчас прикинем, как она у нас будет располагаться. Вот так вот мне и хочется поставить. В принципе, сидит она отлично. Провод у нас уходит туда, куда надо. Разворот нормальный. Единственное, что придется немножко провод вот так натянуть, чтобы он был защищен. В общем, тут на самом деле места много, куда устанавливать, так как крышка компрессора, она, в принципе, универсальная. Главное, чтобы муфта стояла по центру, и место под стопорное кольцо было у нас свободно. То есть полностью утопленная муфта, и ее, чтобы от рук, нельзя было провернуть. Вот она у меня на пазу. Ходит и не крутится. Все, мне осталось все собрать. Сборка. Никаких особых нюансов нет, разве что момент затяжки гайки компрессора. Обязательно укажем это в описании. Поэтому не забывайте туда заглядывать иногда. Заодно, пока там будете, поставьте лайк. Вот, сейчас я соберу и покажем, как работает муфта. Будем делать тест. Компрессор на месте. Все на месте. Есть маленький нюанс. У нас не подошел шкив компрессора, поэтому мы поставили старый. Шкив по вылетам не совпал. То есть, если мы его поставим, у нас ремень бы стоял криво. Поэтому, друзья, все надо всегда сравнивать. Особенно китайские аналоги. То есть, мы проверяем, что наш шкив работает ровно. Все ручейки у нас чистые. Но это мы еще до этого проверили. Момент затяжки, напомню, в описании будет. Тут тоже нельзя превысить момент. Не забываем установить регулировочную шайбу. Ну и сейчас запустим тест, так как я уже подключил. Запускаем тест. Еще раз. Все работает. Есть у нас еще один нюанс. Во-первых, у меня огромный вопрос. Нахрена я откручивал стабилизацию? Но мне было удобнее. Ладно. И второй момент. Это нам еще нужно уложить сейчас провод. Потому что в штатное место мы, если мы его положим, вы видели, сам провод длиннее на муфте. Он будет вот такой вот петлей у нас задевать от генератора, от корпуса. Это ни к чему. Это в дальнейшем могут быть проблемы. В принципе, все. Ролик закончен. Не забудьте поставить лайк, пожалуйста. Если вам тем более это пригодится, тогда с двух аккаунтов можно лайки поставить. Еще один завести и поставить два лайка. Будет круто. И подписывайтесь на канал. А то все смотрят, а просмотры подписчиками не так много. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...